В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 20 зараженных, 129 на карантине. Как складывается ситуация со спространением коронавируса в Сарове? Предприниматели могут не платить аренду до 1 декабря. Соответствующее постановление подписал губернатор Нижегородской области на работу по QR-коду. Кто должен оформлять пропуска на сотрудников организации города? Далее расскажем обо всем подробно. 65 новых случаев коронавируса подтверждено за последние сутки в Нижегородской области. Итого за весь период зарегистрировано более 400 случаев COVID-19. О том, как развивается ситуация со спространением коронавируса в нашем городе, ежедневно докладывает Ирина Игнатьева. По состоянию на 16 апреля инфицированы 20 человек. Эти 20 человек по степени тяжести распределены таким образом. Большая их часть, 15 человек, протекает заболевание в легкой степени. У 5 человек заболевание протекает в средней степени тяжести. Все больные находятся на больничном. Они получают лечение в условиях стационара и большая часть на дому. Вокруг заболевших этих 20 человек у нас есть люди контактные, которые высажены на карантин, находятся под медицинским наблюдением и проходят лабораторные обследования. На сегодняшний день это 129 человек. У контактных вирус не выявлен. Но пока они остаются на карантине и не должны покидать мест проживания. За ними усилен контроль. Полиция выявила и оштрафовала трех человек, которые нарушили режим и вышли на улицу. Помощь в доставке рекорд, продуктов и выносе мусора людям на карантине оказывают волонтеры и родственники. Ирина Игнатьева ответила на вопрос о том, какие категории людей нельзя вызывать на работу. Их перечень определен. О том, относитесь ли вы к этим категориям, можно уточнить у лечащего врача или по телефону 7-93-28 и 7-93-23. Полную запись смотрите на канале 16, Саров-24 и на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отсрочке арендной платы для предпринимателей. Министерство имущественных и земельных отношений региона разработало постановление правительства Нижегородской области о предоставлении отсрочки по внесению арендной платы за имущество и земельные участки, находящиеся в государственной собственности Нижегородской области, а также земельные участки, государственная собственность на которой не разграничена на территории Нижегородской области. Арендаторам, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставят отсрочку для внесения арендной платы за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года на срок до 1 декабря 2020 года. Глеб Никитин отметил, что обращение арендаторов не потребуется. По его поручению Минимущество осуществит необходимые действия самостоятельно. В постановлении рекомендуется принять подобные правовые акты и тем муниципалитетам, в которых они еще не приняты. К другим новостям. Полиция увеличивает число контрольных постов в Нижегородской области. Об этом сообщает Пресс-служба регионального управления МВД. Сотрудники ГИБДД контролируют соблюдение режима повышенной готовности, введенного из распространения коронавируса на 37 постах. Из них 6 выставлены на границах региона. Дороги в области не перекрыты. Полицейские уточняют цель и маршрут движения автомобилистов и проверяют наличие необходимого QR-кода. Злостных нарушителей самоизоляции будут штрафовать. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С таким заявлением выступил глава региона Глеб Никитин. Сообщает сайт в городе Н. Сервис будет доступен на портале карта жителей Нижегородской области. Губернатор уточнил, что речь идет о потенциально опасных гражданах, которые приехали из-за рубежа или контактировали с заболевшими коронавирусом COVID-19. О каком именно количестве нижегородцев, чей трек будет отслеживаться, идет речь, и как это собираются реализовать, пока неизвестно. В клинической больнице номер 50 предупредили об изменениях. До особого распоряжения в детской поликлинике отменена плановая запись к специалистам через портал пациента. Прием детей по неотложным состояниям ведется по факту обращения через регистратуры и кулцентр по телефону 905-47. Льготные рецепты детям с хроническими заболеваниями выписывают дистанционно через лечащего врача. На вопросы о земле ответят по телефону. В понедельник, 20 апреля, Саровский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области проведет горячую линию по теме. Вопросы соблюдения земельного законодательства. Звонки будут принимать с 11 до 13 часов по номеру 33596. С 15 апреля жители региона могут выходить на работу только по QR-коду, полученному организации на портале карты жителей Нижегородской области. Бумажные подтверждения, которые выдавались ранее, стали недействительными. Работодателям нужно оперативно оформить личный кабинет на портале nndfiscar.ru или в мобильном приложении и подать сведения о своих сотрудниках. Подробности в следующем репортаже. По новым правилам для того, чтобы сотрудники организации смогли выйти на работу, руководство должно подать заявку на осуществление деятельности. Предприниматель обязан оформить список работников, включая себя в специальном разделе цифрового портала «Карта жителей Нижегородской области». Главное условие для одобрения заявки – деятельность организации не должна противоречить указу губернатора номер 27 от 13 марта 2020 года. В этот указ внесено достаточно много изменений. Если кто-то с предпринимателей хочет ознакомиться с актуальной версией указа, могут найти всю нормативную базу на нашем сайте. Мы создали специальный раздел, где вся-вся-вся нормативка от указов президента, федеральных законов и до постановления администрации. Если вы откроете указ номер 50 губернатора о внесении изменений в указ номер 27 от 13 марта, вы сможете посмотреть, имеете ли вы право ввести деятельность, либо не имеете. Особое внимание предпринимателям стоит обратить на пункты 3.2 и 10 этого указа. В них перечислены виды деятельности, которые можно и нельзя ввести в период распространения коронавирусной инфекции. Но и здесь есть некоторые нюансы. В пункте 10 можно найти такую формулировку, как осуществление деятельности юридическим лицом, либо индивидуальным предпринимателем, не связанной с непосредственным контактом с физическими лицами, либо дистанционным способом. Собственно, эта формулировка также многим предпринимателям, которые попадают под запрет пункта 3, но ведут торговлю или какую-то другую деятельность дистанционным способом, может помочь получить разрешение. Зарегистрироваться на портале «Карта жителей Нижегородской области» можно на сайте или в мобильном приложении с помощью номера телефона. Предприниматель подает список сотрудников в разделе «Ковид-19» организации. После того, как заявка будет одобрена, каждый работник из списка получит QR-код, который будет доступен в его личном кабинете. Если у сотрудника смартфон, что наиболее распространено в наше время, это фотография QR-кода с экрана компьютера, либо скрин QR-кода, либо возможно зайти в личный кабинет, если вдруг остановят и показать сотруднику полиции, либо какому-то другому уполномоченному лицу, что да, у меня есть QR-код, я имею разрешение. Если по какой-то причине у сотрудника нет такой возможности, QR-код можно распечатать. Вопросы о действующих ограничениях и помощи бизнесу можно задать специалистам Центра поддержки предпринимательства по телефону 9-92-64, 9-92-63 или 9-92-60. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Как быть с кредитами? За счет чего их гасить? Это одна из самых обсуждаемых тем последних недель. Коронавирус и вынужденные ограничительные меры, принятые властями для профилактики его распространения, вызывают массу вопросов относительно финансового благополучия граждан. Кредитный портфель жителей Нижегородской области на 1 марта 2020 года составил 332 миллиарда рублей. Для некоторых выплаты могут стать непосильным временем. Чтобы не оказаться в долговой яме, можно обратиться в банк за реструктуризацией долга. Подать заявление о предоставлении льготного периода на выплату кредита могут те, чьи доходы снизились на 30%. В расчет берется месяц предшествующей дате подачи заявления и сравнивается со среднемесячным доходом за 2019 год. В этом случае можно рассчитывать на срочку до 6 месяцев. Если самостоятельно сделать такие расчеты не получается, то заемщик может обратиться в банк за консультацией. Факт снижения дохода нужно подтвердить документами. За кредитными каникулами можно обратиться, если размер кредита не превышает установленные постановлением правительства России максимальной суммы. По кредитным картам 100 тысяч рублей, по потребительским кредитам наличными 250 тысяч рублей, если заемщик был гражданин, и 300 тысяч рублей, если индивидуальный предприниматель. По автокредитам 600 тысяч рублей, по ипотеке лимиты зависят от региона. Для Нижегородской области это 2 миллиона рублей. Если сумма ипотечного кредита больше, то можно обратиться за ипотечными каникулами. По другим видам кредитов, которые не укладываются в определенные законам лимиты, банки смогут предложить реструктуризацию. Граждане могут обратиться в банк, микрофинансовую организацию, кредитно-потребительский кооператив за реструктуризацию кредита. Очень важно, чтобы кредиторы шли навстречу гражданам, предоставляя им и кредитные каникулы, и реструктуризацию. Банк России нацеливает на это кредиторов и проводит постоянный мониторинг, как кредиторы реализовывают меры поддержки граждан. Реструктуризация и кредитные каникулы – это временная мера, которая поможет гражданам пережить сложный период. А срочкой можно воспользоваться только один раз. По окончании кредитных каникул нужно вернуться к регулярным выплатам по новому графику, рассчитанному кредиторам. Обратиться за каникулами можно до 30 сентября 2020 года. Во время карантинных мер лучше свести к минимуму посещения офисов и общаться по телефону, а также через личные кабинеты и электронную почту. О мерах поддержки Банк России информирует на своем сайте cbr.ru. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Работа в онлайн-режиме. Сотрудники городского музея на самоизоляции не сидят сложа руки, а придумывают для горожан новые форматы общения. Небольшие ролики об экспонатах, выставке и мастер-классы. Всю информацию они выкладывают в социальных сетях. Подробности смотрите в следующем репортаже. Опустевшие залы, отсутствие живого контакта с гостями. Ситуация, в которую попали многие культурные учреждения города из-за пандемии коронавируса. Коллектив городского музея быстро включился в онлайн-работу. С начала карантина сотрудники взаимодействуют с посетителями через группу ВКонтакте. Сложившаяся ситуация для нас очень непривычна и необычна. Еще в марте, когда в соответствии с распоряжением главы администрации музей приостановил прием посетителей, мы задумывались о том, как нам эту связь не потерять. И стали записывать небольшие такие музейные экскурсионные репортажи о каких-то интересных экспонатах, чтобы через социальные сети продолжить общение с нашими посетителями. Экскурсоводы знакомят зрителей с уникальными экспонатами музея, рассказывают их историю, делятся интересными фактами. В группе городского музея ВКонтакте можно посмотреть ролики о зубрах, ткацком станке, колокольне, символе нашего города. Темы самые различные. Первый сюжет, который вышел у нас от наших зрителей, это был о школьной парте. С одной стороны, это очень символично, потому что сейчас наши школьники учатся дистанционно, и, наверное, присутствия школьного класса им не хватает. Мы снимаем на подручные средства, на телефоны, на домашние какие-то камеры. Соответственно, страдает и качество монтажа, и озвучки, как нам горожане уже написали в социальных сетях. Во-вторых, мы не хотели записывать какие-то долгие экскурсии, которые будут дублировать нашу постоянную работу. Новые интернет-экскурсии публикуются каждую неделю по вторникам и четвергам. Кроме видеорассказов об экспонатах, в группе городского музея ВКонтакте саровчан ждут фотовыставки, конкурсы, викторины и мастер-классы. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин